Песчаная буря Привет! Привет! Я ужасно рада, что вы здесь. Я ужасно рада вас видеть. Тех, кого я знаю и тех, кого я не знаю. И тех, кого не было в прошлый раз и кто сейчас подключился. Это очень круто. Привет! Смотрите, поскольку рассказ у нас очень короткий, мы читаем микропрозу Алексея Эпштейна весь этот сезон. Я прочитаю его быстро и мы можем начать о нем говорить. Поехали! Рассказ называется «Песчаная буря». Чтобы его не попытались переселить в дом престарелых, лукавый старик написал в семейном альбоме имена около фотографий. Имена своих дочерей и внуков, и министров, и бог знает чьи еще. Когда кто-нибудь из них приходил в гости, он извинялся, на секунду уходил в спальню и листал альбом, пока не находил имя гостя или кого-нибудь похожего на него. В конце концов, все ведь гости в этом мире и все, кто в большей, кто в меньшей мере, люди. Единственным существом, от которого старик не пытался скрыть, что он не знает его имени, был кот, кривой на один глаз. Они подобрали друг друга, когда жена старика взяла и умерла с десяток лет назад. Тогда это был уличный кот, но со временем и он состарился, и у него уже не было причин выходить в свет. Он был верным партнером и не менее лукавым. Они спали в одной кровати, ели из одной тарелки и даже справляли нужду в один лоток. Ну что, давайте начнем с довольно простого момента. Кто мне может сказать, что такое лукавый? Может, не такого простого, как кажется. Поехали, поднимайте руки, пишите в чатик. Ну, Софа пишет нам, что это хитрый. Это не совсем хитрый, это не так просто. Все-таки лукавый – это более тонкое слово, мне кажется, чем хитрый. Кто-нибудь готов попробовать? Ада, Юдит, кто-нибудь, Яша, Рахель, Софа. Давайте, Софа. Ну, вот я написала, что это хитрый, но это хитрый, который скрывает. Так, у него эта хитрость спрятана. О, это красиво. Так, еще варианты. Рахель, пожалуйста. Мне кажется, что это, может быть, значит, что как будто он тоже очень хитрый, скромный, но знает очень хорошо это все делать, так, чтобы его не слишком убрали в дом пистолетов, и он остался со своим котом. Так, классно. Лея пишет хитрый с легкой насмешкой. Это очень тонко. Яша, пожалуйста. Да, лукавый, это же лесный. Такой? Лесный. Нет, совсем нет. Лукавый – это действительно хитрый, но это хитрый без злобы. Это хитрый, который не замышляет тебе зла. Он хочет своей выгоды, но он при этом не хочет твоего проигрыша. В отличие от хитрого, который может быть и злым тоже. Так мне кажется, по крайней мере. Так, поехали дальше. Значит, смотрите. Типа шпиона. Ева не… Шпион может быть лукавым, но шпион может быть и хитрым. Интересная мысль. Я подумаю про это. Интересная мысль. Поехали дальше. Смотрите. Это второй раз, когда мы говорим про дом престарелых. Так бывает с писателями, когда у писателя есть что-то, что называется сквозная тема. Что-то, к чему он возвращается раз за разом. И в прошлый раз мы говорили про то, что отправить или не отправить человека в дом престарелых – это сложное решение. Человек может хотеть в дом престарелых, может не хотеть. Этот старик нам прямо с первых слов говорится. Он не хочет. Он не просто не хочет. Он старается, чтобы этого не произошло. В этой книжке, в этом крошечном рассказе, который на самом деле очень большой, на мой взгляд, есть еще герои. Кто в первой же фразе есть еще персонажи? Вот смотрите, я читаю кусочек, а вы мне скажете, кто там еще есть. Чтобы его не попытались переселить в дом престарелых, лукавый старик и так далее, и так далее. Прямо в том, что я сейчас прочитала, есть еще кто-то. Кто? Кто-то, кто пытается это сделать. Семья. Скорее всего, семья. Лея, пожалуйста. Я хотела сказать про то, что он и тот, кто пытается его отправить. Абсолютно. Есть какие-то люди, которых нам не называют ни по именам, не рассказывают про них. Но есть кто-то, какая-то сила, которая действует, чтобы отправить его в дом престарелых. И это надо учитывать. Рахель, пожалуйста. Это и кот, во-первых. Он его очень много запоминает. Он напоминает его. И гостей, которые к ним приходят. И жена его. И жена. Сейчас про этих персонажей поговорим. Но в самых первых словах действительно, вот Софа нам пишет, младшее поколение. С большой вероятностью, это действительно младшее поколение. Хотя это нигде прям не говорится. Но вот за что я так люблю микропрозу. Тебе ничего не сказали, но ты очень многое понял. Это та самая игра в шахматы, которую я так ценю в этом жанре. Хорошо. Значит, и тут у меня возникает вопрос. В прошлый раз, когда мы говорили про дом престарелых, мы говорили про то, что человек может хотеть, человек может не хотеть. И здесь старик явно не хочет. И его явно пытаются и так далее. И у меня есть мысль. Смотрите. Зачем он пишет имена в альбоме? Почему он должен писать имена в альбоме? Давайте, Яшечка, давайте. Ну, так как он старый, он не может запоминать имена. И, мне кажется, фотография, ассоциация с именем ему помогает запомнить имена. И как бы притворяться, что у него всё нормально, и он всё помнит. Но у него всё ненормально. Все имена. Но у него всё не очень, потому что он старый. Может, не потому, что он старый, а может, потому, что он болен. Старость не обязательно означает, что человек теряет память. Но в его случае он теряет память. Ева, пожалуйста. Ну, я не знаю, как точно сказать, но по мне, так как он постарел уже, у него уже может не так хорошо работать мозг. И он может не только забывать там имена, но ещё и много чего другого важного, что ему понадобится знать. Ну, и запишет он себе в тетрадку, и всегда будет она у него перед глазами будет знать. Или, по крайней мере, вспоминать. Ева говорит сейчас очень важные вещи. Давайте их запомним. Я только хочу очень чётко сказать, что человек в любом возрасте может сохранять прекрасную память. Но с этим стариком в его случае действительно что-то творится. Давайте сначала Рахель, потом Софа. Рахель, пожалуйста. Этот старик очень не хочет, что он пошёл в детдом. Ну, в престарелых. Короче, он очень этого не хочет. И он пишет каждый разговор того человека, чтобы понять, что он хочет. И если он хочет его отправить в дом престарелых, чтобы он больше ему не заходил домой. Или что-то такое. Может быть и так. Софа, пожалуйста. Ну, он как бы пытается доказать своим этим родственникам, что его не надо отправлять в дом престарелых. В дом престарелых же отправляют чаще всего старых людей, которые уже не могут заботиться о себе. Так как, видимо, этот старик, он одинок уже. Он просто запоминает, то есть он записывает под фотографиями имена, чтобы, когда к нему приходили люди, он мог подсмотреть, как их зовут. Такая шпаргалка у него была. И тем самым доказать, что он вообще ещё в самом рассвете. Смотрите, у меня есть вопрос, который меня прямо мучает. Давайте Ада, а потом я его задам. Мне кажется, он пытается скрыть, что что-то не так. О! Мне кажется, что вопрос, который здесь назревает, хорошо ли ему жить вне дома престарелых? Легко ли человеку, который всё забывает, жить одному с котом? И у меня есть чувство, что, может быть, нам надо начать смотреть на этот рассказ с самого начала, спрашивая себя. Он, этот рассказ построен так, что всю дорогу нам хочется защищать старика от семьи. От начала и до конца. До последних слов. С последними словами происходит удивительная история. Мы задаёмся вопросом, надо ли его защищать. Хорошо ли ему жить? Всё ли у него в порядке? Справляется ли он? Нужна ли ему помощь? Нужно ли ему в дом престарелых? На мой взгляд, этот рассказ построен потрясающе. Первые слова настраивают нас на то, чтобы спасать его от семьи. До тех пор, пока в последних словах нас не бьют молотком по голове, когда мы выясняем, что старик ходит в кошачий лоток, и тут мы задаёмся вопросом, правы ли мы были всю дорогу. Давайте посмотрим на это ещё одним способом. Давайте поговорим про этот рассказ ещё и посмотрим, как мы к этому, на мой взгляд, приходим. Смотрите. Откуда у него в альбоме... Какие фотографии у него есть в альбоме? Давайте начнём иначе. Юдит, пожалуйста. Я думаю, что у него в альбоме, наверное, какие-то фотографии с семьёй. А нам прямо говорят вначале. Имена около фотографий. Имена своих дочерей и внуков. И чьи ещё? Ева, пожалуйста. Ну, я думаю, фотографии, возможно, себя, вообще всей семьи, друзей и там близких. Тут есть одна фишка, и я хочу, чтобы вы её заметили сами. Яша, пожалуйста. Ну, мне кажется, здесь показывается то, что он уже доходит до слишком сильного, как бы переубереждая себя, что у него всё нормально. Потому что здесь подчёркивается то, в конце концов, все ведь гости. То есть, скорее всего, он слишком сильно заморачивается о тех, чтобы запомнить. И он использует очень много... Как сказать? Он очень много людей запоминает с помощью... С помощью этого альбома. Может быть. Как здесь написано, все люди. Ну, я немножко преувеличиваю, но понятно, что они пытаются показать. Сейчас мы про эту фразу отдельно поговорим, но Софа пишет нам очень важное. Софа пишет нам, что там есть фотографии министров. Если у тебя в семейном альбоме есть фотографии министров, что это говорит тебе? Давайте. Представьте себе ваши семейные альбомы. Представьте себе семейные альбомы ваших знакомых. Юдит, пожалуйста. Это, наверное, значит, что ты какой-то важный человек в... Да. Как это? Правительстве или ещё в день, может быть там? Ну, по крайней мере, что ты крутился среди каких-то важных людей. Да, что ты знал министров, ты, может быть, сам был министром, ты, может быть, был членом правительства, ты был каким-то важным человеком или остаёшься им до сих пор. И тут мы начинаем задавать тем более. Мы всё глубже и глубже уходим в вопрос, хорошо ли этому старику сейчас живётся. Если ты был важным человеком или важный человек, и теперь у тебя пропадает память, и твои дела настолько тяжелы, что... Ты ходишь в кошачий лоток, хорошо ли... Хороши ли твои дела на самом деле? Софа, пожалуйста. Я тут не очень согласна. То есть я в этом не вижу, что он в каком-то родстве с этими министрами. Мне просто кажется, что он настолько ничего не помнит, что он как бы забывает, что вообще в этом мире происходит. И это тоже как-то, может быть, и с газетами писывает, ещё что-то, чтобы быть способным поддержать разговор, например, со своими теми же родственниками, которые к нему приходят. Или что-то в таком духе. Интересно, принято. Подумай в эту сторону. Хорошо. Хорошо. Я так не видела это, но я вот сейчас перечитываю текст. Так очень может быть. Ада, а поговорите с нами под чужие фотографии. Там говорится то, что у него подписаны бог знает чьи имена. То есть никто не знает, кто это, кто эти люди, кем они ему приходятся и так далее. То есть они вообще какие-то чужие абсолютно. То есть то, что Софа говорит в целом. Да, это довольно странно. Я поняла. Очень может быть. Тогда получается, что ваша версия и версия Софы вместе дают совсем другую картинку. Вот. Смотрите, Ева пишет нам, ему хорошо живётся, но, возможно, ему нужна помощь, но он не признаётся, чтобы не попасть в дом престарелых. Мне очень нравится версия Евы, которая говорит нам, если я её правильно понимаю, что не обязательно две крайности. Или ты живёшь один, или в доме престарелых. Может быть, тебе нужна просто помощь. Да, но он боится, что если он скажет, мне нужна помощь, дойдёт до крайности, дойдёт до дома престарелых. Давайте смотреть. Значит, у меня есть ещё один вопрос. Вот Софа тоже говорит, что по ощущению... Слушайте, а давайте поговорим про это. А откуда у нас ощущение, что даёт нам в этом рассказе ощущение, что у старика всё хорошо? Что если бы немножко помощи, вот как Ева говорит, и было бы вообще всё зашибись, что в этом рассказе помогает нам так почувствовать? Ада, пожалуйста. Мне кажется, это то, что у него есть кот, о котором он всё ещё способен заботиться, который представляется его своеобразным единомышленником и существом, которому он доверяет настолько, что готов признать, что он не помнит его имени. Мне хочется рассказать вам, между прочим, что известна такая история, что в критических ситуациях, в очень тяжёлых ситуациях, когда много людей попадают в беду, чаще всего спасаются те, кому есть о ком заботиться. И то, что сейчас говорит Ада, звучит для меня очень важно. То, что он может заботиться о коте, это вещь, которая, по идее, должна ему, конечно, помочь. Ева, пожалуйста. Я согласна со словами Ады, но я ещё хочу прибавить то, что, мне кажется, его что-то ещё, может, как сказать, или беспокоит, или как-то так он ещё к чему-то там прицепился. Но к чему именно, я не знаю, что-то его ещё беспокоит, и он как-то с этим, ну, тоже связанный как с котом. Мне кажется, что то, что сейчас формулирует для нас Ева, мы как будто видим, что у старика очень много жизни в этом мире, да? И что он боится эту жизнь, как будто уйти в дом престарелых, это уйти в какой-то другой мир, да? И то, о чём сейчас говорит Ева, и то, о чём говорила Ада, и то, о чём думаю я, это про привязки как будто в мире живых, да? Как будто дом престарелых – это мир мёртвых, а привязки в доме живых – это кот, это то, о чём говорит Ева, что-то ещё, да? И старик не хочет уходить из этого мира, ему есть за что держаться. То же, о чём пишет Софа нам, да, что это своеобразное счастье, и что это как Петсон и Финдус в нашем мире. И, значит, я хочу поговорить про кота, я хочу, чтобы Рахель сначала сказала то, что она хочет нам рассказать, а потом мы поговорим про кота немножко. Рахель, пожалуйста. Этот дом престарелых, он не только, может быть, он очень боится, и он ещё, он знает, что ему нужно очень много помощи, но и у него нет почти денег, но он боится, что его узнают. Вот, например, он был какой-то очень хорошим премьер-министром, но он испугался дальше их претовать, опять же, помогать им, и он сбежал, его все искали и не нашли, он себя прячет от других. И он помнит свою семью и боится, что если начнут с ним говорить, он случайно расскажет, или его узнают как-то, и начнут более уважать, и как будто слишком уважать, и просить у него всякие этик, о, боже мой, и он этого не хочет, он хочет быть тихой своим котом и своей жизнью. Классно. Вот эта версия мне очень нравится, прямо очень неожиданная и очень хорошая. Окей. Значит, смотрите, что меня интересует сейчас. Там говорится, что кот и старик подобрали друг друга. Как вы это чувствуете? Что стоит за этой фразой? Почему подобрали друг друга? Софа, давайте. Мне кажется, что в этом заключается то, что они нашли друг в друге то, что им нужно было. То есть и кот, и коту нужен был какой-то хозяин, и старику нужен был кто-то, с кем он мог бы, кто стал его семьей. Это как не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника. Так же кот сам выбрал себе хозяина тоже. Классно. Классно. Пожалуйста, сначала Ада, потом Юдит. Я очень согласна со словом «семья». Вот прям вот про кота в этом рассказе идеально подходит. И вот то, что они просто нашли друг друга, и я уже говорила, что они такие своеобразные единомышленники. Юдит, давайте. Я соглашусь с Софой, что как будто кот его нашел. И вообще коты очень привязанное животное. И у меня тоже есть два кота, и я к нему очень привязана. И они очень греют душу. И они как будто сами выбирают. Они видят хозяина уже. Они уже чувствуют, кто им нужен. Вот. Мне кажется, что здесь подобрали друг друга. Кот, обычно мы говорим, что человек подбирает кота. Но здесь это значит, что кот тоже выбрал для себя человека. Тоже согласился, что этот человек ему подходит. Рафель, пожалуйста. Я с Юдит. У меня есть дома собака, кот, рыбы и попугай. Когда-то были хомяки, и я к ним очень привязана, и они привязаны ко мне. Например, один раз кот ему там принес рыбу случайно или наоборот. Или они когда-то это встретились, когда они даже не знали. И, может быть, он даже не заметил, когда у него не стало её жены. Он искал кому-то с кем-то поговорить. Типа, это люди его не могут понять, а кот его очень может понять, если ему дать колбаски. Класс. Ева, пожалуйста. Вот у меня тут, прям недалеко от меня, сидит хомяк в огромном своём домике. И каждый раз, когда у меня появляются новые хомяки, я к ним немножко, как сказать, такие они сладкие, что прям их хочется обнимать, тискать. Так как они маленькие и постоянно бегают, невозможно, но через какое-то время постоянно каждый хомяк, он ко мне, так сказать, ну, становился ближе, такой он, ну, доверял мне больше и больше. И таким образом, я думаю, что это то же самое, как взять друг друга, вы говорили, или как там. Да, 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 абсолютно правильно. Это то, что вот у нас в рассказе называется «Подобрать друг друга». Да, да. Я вижу, что нам пишет в чатике Лея Машинджинова. «Мне кажется, что у старика плохо с памятью и сама жизнь не особо хороша, но он отрицал это ещё с того момента, когда всё началось, и сейчас сам в это, видимо, не верит». Далее, поправьте меня, если я не права, мне кажется, там пропущено. Ага, он верит в то, что у него всё в порядке с памятью, правильно? Мне кажется, что если всё так, его так и попытаются сдать в дом престарелых, он станет буйным, то есть его нельзя лишать его свободы и его кота. Я очень понимаю, о чём вы здесь говорите. Может быть, это вполне так. Я могу себе представить такую картину. Мне интересует здесь ещё одна фраза, в которой буквально кусочек, в котором буквально два слова, и мне кажется, что этими словами здесь очень много сказано. Что значит «его жена взяла и умерла»? Почему не просто умерла, почему взяла и умерла? Она как бы, он не смог это хорошо получить, что её нету, и тоже потому что, и может быть, он из-за этого тоже не хочет в дом престарелых. Я была в Пуре, в дом престарелых, там никто никого не идёт туда, никто это. Когда мы выдавали, просто плакали люди, потому что к ним просто никто не приходит. Они боятся, что больше никто к ним не приходит, и никогда больше не увидят своих близких, детей. А сама жена, он очень боялся за неё, но в конце концов она сказала, «Не надо лечиться, я и так не выживу», и просто взяла и сказала, «Нет, не хватит», взяла и не выжила. Понимаю. Лея, пожалуйста. Потому что это очень сильно навредило старику. То есть он её любил, он с ней жил, ему уже становилось плохо с памятью, но она взяла и умерла. То есть как бы стало ещё хуже. Вот какое чувство за этим стоит, если кто-то может ещё и об этом поговорить, да, там есть какая-то эмоция. Яша, пожалуйста. Ну, это написано очень... Почему-то весь рассказ мне показывает, то, что дед, он немножко, ну, как сказать, ему всё равно на всех. Взяла и умерла, это значит, что ему не очень всё равно было на это. У него просто он жизнь продолжает в своей как бы сфере. И это немножко странно. Потому что мы пытаемся встать на сторону дедушки сначала. Но мне кажется, мы можем здесь тоже раскрыть из таких... Из этого то, что, может быть, он всё-таки... Он не прав. И то, что он пытается себя обмануть, то, что он не... Нет, это тоже не является правдой. То, что он на всё помнит, это тоже не является правдой. Окей. Мне очень важно то, что сейчас пишут в чате Софы и Ада, что взяла и умерла, это обида. И то, что Яша сейчас говорит, что ему было не всё равно, что ему всё-всё равно, кроме вот этого. Кроме кота и вот этого. То есть есть те, кого он любит, и вот он лукавый со всеми, кроме тех, кого он любит. Вот те, кого он любит, это кот и жена. И это ему не безразлично. И жена взяла и умерла. И он испытывает досаду и злость, и, может быть, обиду. Хотя обида здесь странное слово, да? Но я писала, что как будто он ощущает, что его жена бросила его одного в этом жестоком мире, что вот раньше всё было хорошо, а после этого, видимо, стало не очень. Что как будто вот она взяла и умерла. Возможно, это было... Это также возможно, может быть, в контексте, что это было внезапно. То есть это можно смотреть и с этой стороны, потому что он тоже может так. Хорошо, Ева, пожалуйста. И такое ощущение... Ой, Соб, простите, договорите, пожалуйста. Что потом будто кот заменил ему вот эту его жену. Что до этого жена понимала его, была единственная, кто его понимает. А потом вот он после её смерти нашёл кота. Классно. Так бывает. Так, Ева, потом Юдит, потом Яша. Я считаю, что вот, допустим, когда он заболел, его жена хотела каким-то образом ему помочь. Ну, допустим, там, ну, советовала какие-нибудь таблетки взять или к врачу сходить, или ещё что-нибудь. Но он всё время отказывался от всех её предложений. Пытался каким-то образом, то есть, чтобы она успокоилась. Но когда она заметила, что ему стало ещё хуже, и он уже вообще стал как, ну, почти ничего не помнить, то она просто не выдержала то, что он всё отказывал ей. И просто сама решила, чтобы не мучить себя этой болью, что он такой болеет. Она просто решила сама себя убить. Ничего себе версия! Очень сильная. В жизни бывает всякое, но я надеюсь, что было не так. Но я понимаю, о чём Ева говорит. Пожалуйста, Юдит. Я соглашусь с Сопой, потому что мне кажется, что его жена была как будто его попа говорила ему, что надо делать и как. И когда она умерла, у него был, наверное, такой стресс, что он даже из-за этого, можно сказать, убил. Он заболел и нашёл кота, ну, искал, кто ему будет помогать, его утешать, и нашёл кота, который ему поможет. Очень круто! Смотрите, какой огромный текст, оказывается. Ада, потом Рахель. Ада, пожалуйста. Мне вот интересно стало, почему рассказ называется «Песчаная буря». Потому что... Потом. Так. А, ладно. Хорошо, хорошо. Это прям последнее, последнее, про что мне хочется... Про что мне хочется спросить, но мы уже прям близко к этому моменту. Рахель, пожалуйста. Я читала пару сказок, может быть, на еврейском, не на русском, но я читала, что как будто дух своего любимого переходит в питомца. Как будто и он вдруг услышал, что кот к нему говорит, как будто я твоя жена, я к тебе вернулась, я к тебе вернулась, я к тебе это. И он её берёт и делает что-что, и понимает, что ту жизнь, когда она с ним была в прямом смысле, как человека, а не как кот, он должен был уважать, и не говорить. А жена очень боялась, так что она не хотела покидать смерть, так что как-то смогла переместиться в кота, уличного кота, который сможет найти её и затерю, затерю, какого-то она любит. Потерю. Прекрасно. Как бы это ни говорили. Справились, да. Главное, мы друг друга поняли. Окей, отлично. Софа, пожалуйста. Ещё я хотела сказать про то, что, возможно, кот также был для этого старика, то есть ему не обязательно нужен был какой-то, нужно было разговаривать с кем-то, не обязательно ему нужен был какой-то ответ, он просто мог проживать свою жизнь с этим котом, они друг друга понимали. Вот был, по-моему, у Чехова рассказ был «Тоска», вот, и там тоже, там было с лошадью, по-моему, такое, что... просто нужно было, чтобы человека могли услышать. Да. Кто-то. Очень хорошее сравнение и очень интересное. Спасибо вам большое. Ева, пожалуйста. По поводу кота, я думаю, что просто, когда он этого кота как бы нашёл, ему пришло в голову взять этого кота, чтобы у него была компания дома, чтобы он не один, одинёшный был в доме, а хотя бы кто-то был у него дома, пусть и кот, пусть и какое-нибудь животное. Да. Да, это очень частая и понятная история. Ада, пожалуйста, а потом у меня будет вопрос лично к вам. Давайте. Мне тут понравилась деталь, то, что кот был кривой на один глаз, и то, что они оба состряковы такие, чуть не от мира сего подронены. Вы предвосхитили два моих последних вопроса. Да, простите, что я вас перебила. Продолжайте, пожалуйста. Ну вот, и они не нашлись друг друга, вот такие вот не от мира сего и отличающиеся от других. Абсолютно. Я хотела спросить, все ли знают, что такое кривой на один глаз? Что такое кривой? Кривой. Кто может сказать, что такое кривой? Нет, это не косоглазый. Это тот, у кого нет одного глаза. Это слепой на один глаз. Это даже не слепой. Это тот, у кого поврежден глаз физически. То есть прямо видно, что с глазом что-то не так. Это важно. Не просто слепой, не просто глаз не видит, а прямо глаз выбит или поврежден, или идет шрам через глаз. То есть видно, что с глазом что-то не так. Вот это называется кривой на один глаз. То есть они оба, старик и кот, как правильно сказала Ада, немножко не того, разными способами. И это тоже такой прием в литературе, довольно классический, когда два партнера по несчастью чем-то схожи внешне или внутренне, или имеет общую привычку. Но вот здесь мы видим очень конкретную вещь. И Лея нам очень правильно говорит, что старик подобрал кота не за то, что кот был хорошенький. И это важно. Старик нашел в нем то, что нужно. Лея, спасибо большое, что вы обратили наше внимание. Последний мой вопрос на сегодня начала задавать Ада. Поэтому, как я обещала, у меня вопрос лично к Аде. Ада, как вы думаете, почему песчаная буря? Ну, для меня песчаная буря ассоциируется с выживанием, вот, чем-то таким. Но при этом сам рассказ для меня скорее про привязанность. поэтому у меня такой диссонанс немного между содержанием и названием. Поэтому я, собственно, задала вопрос, потому что мне не очень понятно. Чем заканчивается рассказ? Давайте, Софа. Не знаю, мне кажется, это неверно, но у меня появилась какая-то идея, что вот будто песчаная буря это то, что снаружи снаружи из мира этого старика и кота. То есть вот снаружи везде песчаная буря, вот это стихийное бедствие, а они в какой-то одинокой пещере с котом, и вот они живут в этом своём отдельном мирке и спасаются от этой песчаной бури. Так, хороший вариант, мне очень нравится. Но почему тогда песчаная? Почему не торнадо? Почему не цунами? Давайте, здесь есть что сказать? Юдит, давайте вы. мне такое чувство, что как будто у старика внутри в сердце буря, балаган такой. Хорошо. Что он не понимает сам себя. Хорошо. Вариант. Рахель. песчаная буря, потому что это как мы последний, мы ветер, который пытаемся нормально поставить все песчанки обратно и это всё оставить. Мы, он думает, что он хочет благу до себя и до его кота, но он не понимает, что эти песчанки могут влететь в ему в душу и понять, что он неправ, и он зачем-то бы, как бы, как бы он сейчас с этим не дрался, его всё равно туда возьмут, и это песчаная буря, это маленькие, маленькие те страхи того постарелева, который боится, что его возьмут и там у него закончится жизнь и он не сможет увидеть больше никогда никого. Я хочу обратить ваше внимание, что Рахель не первый раз предлагает нам то, что называется поэтическое прочтение. Она выступает как поэт, она говорит не о том, что может быть прямым текстом написано в рассказе, а о том, что мы можем увидеть, если посмотрим на рассказ с точки зрения того, что чувствуют герои, того, что, может быть, не понимал сам автор. Это иногда называется поэтическим прочтением, и мне это очень интересно. Лиза, пожалуйста. Я тоже хотела то, что песчаная буря, потому что как эти песчинки, песок очень легко рассыпается на ветру, и он как это какое-то аллегория старения, то, что он тоже уже рассыпается, и при этом буря, потому что он пытается удержать себя. Очень красиво. И тут надо сказать два слова о том, что стоит помнить, что рассказ переводной, и если в русском языке есть сочетание понятий старость и песок сыпется от старости, и вообще старость и песок, то вы врите этого, вот этой связочки, ее нет, но что вы видите в русском, это очень красиво, и это то самое поэтическое прочтение, мне очень нравится. так, давайте дальше, Лея. Для меня буря, потому что там очень много всего происходит, как бы они в одну сторону стали в другую и так далее, а песчаная, потому что каждая песчинка это проблема, то есть много проблем, и они все вертятся, крутистятся. Хорошо, Ада, потом Софа. Я все еще не очень понимаю название, но у меня есть теория. Давайте. Вот, а что если вот эта песчаная буря, это условно сознание старика, соответственно, сам старик, его жизнь, этот альбом, люди, кот и так далее, это просто его больные фантазии, он уже там в этом доме престарелых, его уже сдали, он просто настолько сильно все это отрицает, что он выдумал себе вот этого кота, возможно, даже какое-то свое олицетворение в мире животных, и такой, ну вот, теперь у меня есть кто-то, о ком я могу заботиться, куда, у меня есть свой отдельный мир, куда я могу сбегать от всего вот этого, всего этого песка дурацкого. Ада сегодня выступает за себя и за Марка. Я прямо чувствую, очень классная версия, мне она страшно нравится, наши любимые все сошли с ума, я очень люблю, когда мы доходим до этого момента, Софа, пожалуйста. я хотела сказать, я хотела сказать, что, возможно, да еще песчинки, это как люди, такие маленькие люди в большом мире, и что вот кот со стариком, они нашли друг друга, и они как будто перестали бояться, возможно, этой песчаной бури, перестали бояться быть утеряны в ней, и вот они стали, не знаю, в общем, они перестали, да, все. Все хорошо. Моя версия такая, все, что вы сказали, кажется мне очень красивым и очень правильным, только не дает ответ на один вопрос. Почему песчаная буря, а не цунами или торнадо, или почему слово «Песок», и мне кажется, что Софа была абсолютно права, когда написала про песок из кошачьего лотка, потому что это связывает все ваши теории со словом «песок». Это действительно часто делается так, когда выбирается заглавие для текста. В заглавии для текста очень часто присутствует и поэтический смысл, вот этот высокий, и какая-то привязка к буквальным реалиям, которые в рассказе упоминаются. Поэтому мне кажется, что песок кошачий здесь неспроста. И поэтому все, что вы сказали верно, но не торнадо, и не цунами, и не гроза, а именно песок. Дорогие коты, есть ли у вас какие-то вопросы, которые вы хотите задать? А если нет, то спасибо вам. А вы, мне кажется, хорошо пошутили. Автор же тоже пошутил, и пошутил очень здорово. И мне очень нравится эта шутка, так что все здесь молодцы. Спасибо вам огромное. Мы видимся в следующий раз. И продолжим. Ой, нам что-то показывает Юдит. Я не вижу, боже мой. Это кот. Это офигенный кот. Он полосатый. Я вижу, что он полосатый. Спасибо вам огромное. О, спасибо. А, это кот, которого я вам нарисовала. Все, я узнала этого кота. Какой класс. Спасибо огромное. Это мы с Юдит пересеклись, и я нарисовала ей кота. Спасибо огромное. Ужасно приятно. Ну что, друзья, мы видимся через неделю, и мы продолжаем читать микропрозу Эпштейна. И мне с вами ужасно нравится это делать. Приходите, пожалуйста, еще. Давайте. До связи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok